Всем привет! Недавно я для вас делала видео, тестирую самую дешевую косметику в интернет-магазине и я очень рада, что это видео вам понравилось, потому что я решила сделать из этого целую серию. В своем инстаграм я уже об этом сказала, что если вам понравится то видео, то мы можем сделать с вами несколько видео в стиле «тестирую самую дорогую косметику интернет-магазина», кстати, это будет очень финансово больно, или «тестирую косметику самым высоким рейтингом в магазине». Причем мы с вами можем проходиться по разным интернет-магазинам, мы не обязательно должны зацикливаться на каком-то одном и каждый раз получать разные результаты. В общем-то, если вам нравится эта идея, то обязательно ставьте лайки, чтобы я ее продолжала. Особенно мне нужны ваши лайки-поддержки для того, чтобы сделать видео о самой дорогой косметике. Сегодня мы же с вами будем тестировать бестселлеры магазина «Парфум Сьюа». Если вы с Украины, наверняка вы знакомы с этим интернет-магазином, он очень известен. Если вдруг не знакомы, то, я думаю, сегодня познакомитесь. В общем-то, я открыла этот интернет-магазин, открыла все категории, которые мне понадобились бы для создания макияжа, и отсортировала все эти категории по популярным продуктам. В итоге в каждой категории мне отобразились товары с самым высоким рейтингом, с самыми лучшими отзывами. И хочу я вам сказать, что люди все-таки знают толфь косметики, потому что преимущественно все это оказалось реально крутой косметикой. Ну, некоторые вещи я бы не сказала, что прям уж такие супер-классные. Я бы подобрала к ним более какие-то хорошие аналоги и по стоимости, и по своим характеристикам. А еще для этого видео я заказала сверху несколько бестселлеров для того, чтобы разыграть их сегодня в конкурсе. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. А сейчас давайте переходить к макияжу. Начнем мы с вами, как обычно, с глаз. Но сегодня у меня для вас не просто какая-то очередная палетка теней. На самом деле на Parfums.ua среди бестселлеров фигурирует вот эта вот штучка. Это палетка и для лица, и для глаз от Debalm, которая называется In the Balm of Your Hand. Суть вообще этой палетки заключается в том, что они сюда помещают все свои бестселлеры. И когда вы это покупаете, вы получаете такой очень хороший сэмплер в целом этого бренда. Здесь и самый известный хайлайтер Mary Lou, и самый известный бронзер, который называется Bahama Mama. Три варианта румян, тоже очень популярны эти линейки. Ну и также здесь четыре оттенка теней. Но на самом деле в качестве теней вы, по сути, можете использовать абсолютно любые продукты, потому что пудра на самом деле есть пудра. Я полностью осталась довольна качеством этой палетки, и я считаю, что ее стоимость вообще потрясающая просто, как за то, что вы получаете. И я думаю, что в первую очередь эта палетка понравится, конечно, тем, у кого повседневный или любимый макияж в такой вот розовато-бордовой гамме. Но, кстати говоря, здесь есть еще и вот такой вот бронзовый оттенок, хайлайтер Mary Lou. И если это совместить в складке еще и с бронзером Bahama Mama, то у вас получится такой нейтральный или даже тепловатый, я бы сказала, макияж в коричневой гамме. Сегодня я, наверное, снова сосредоточусь на вот этой розовато-сливовой гамме, потому что я еще буду использовать и румяна, и для губ у меня, в принципе, продукция такая в стиле, знаете, пыльная роза, вот что-то такое. Поэтому все будет очень хорошо сочетаться. Будем с вами делать что-то типа монохромного макияжа сегодня. Еще один момент. Кстати, как видите, в этой палетке нет каких-то ярких металликов. Единственный более-менее напоминающий металлик оттенок из теней это вот этот вот. Ну и может быть еще Mary Lou, но они очень приглушенные металлики, то есть скорее это даже сатиновые тени. Я бы даже не назвала их металликами, а все остальное это матовая текстура. Среди самых популярных товаров на Parfums там еще и мой личный фаворит. Это карандаш от Maybelline Color Tattoo Liner. Сегодня я буду использовать коричневый оттенок, это 910 номер. Мне эти карандаши очень нравятся, они очень насыщенные, легко скользят по веку, не сильно растушевываются, то есть это не те карандаши, которые, знаете, вот как базу под смоки можно использовать, не каялы, ничего такого. Этот карандаш легко наносится, его можно немножко растушевать, но в то же время не рассчитывайте сделать из него прям такую как растушеванную стрелку. Ну вот, надеюсь вам видно, линия получается не очень четкая, все-таки это не гелевая подводка или не жидкая подводка, но в то же время достаточно обозначена она, не то чтобы она прям сильно растушевана. И что я люблю делать с такой вот базой, это потом брать снова вот самый темный оттенок и сверху проходиться как по карандашу, так и по внешнему уголку глаза. Глаза давайте на время оставим, и перед тем, как я перейду к нижнему веку, я буду наносить на все лицо базу под макияж. Среди самых популярных оказалась вот эта вот база от Belinda, называется Glow Essence, и вообще здесь написано, что это тонирующая база под макияж. Я так понимаю, что это типа как цветокорректирующая база, потому что если посмотреть на бутылочку, то здесь можно увидеть огромное количество разных шариков, разных цветов, здесь и перламутрово-розовые, и зеленые, и лавандовые какие-то, и желтые. В общем-то смысл в том, что вроде бы это должно корректировать общий тон вашего лица. Когда вы ее выдавливаете, естественно, эти шарики лопаются, и вы получаете что-то, ну не хочу говорить, с чем у меня это ассоциируется, но выглядит так в целом не очень, оно выглядит как какая-то такая кашица вообще, неравномерная, и вот, видите, ну как бы такими сгустками оно переносится на лицо, но при этом, когда вы растушевываете, естественно, все втушевывается в кожу равномерно, вот эти сгустки пропадают сразу после нанесения. Я считаю, что по своему прямому назначению эта база, откровенно говоря, не работает. То есть вот если посмотреть на мое лицо, что до нанесения, что сейчас, ну я вижу ту же красноту, те же проблемы на лице, ну в общем-то ничего не изменилось. По ощущениям просто как будто появилась какая-то более липкая пленка на лице, может быть легкий какой-то эффект увлажнения. Подборка консилеров в категории самые популярные меня, честно говоря, немножко удивила, потому что я думала, там будет катрис-камуфляж, например, ну в моих глазах это один из, наверное, таких популярных действительно продуктов, но там вот фигурировала вот эта вот штучка, и снова я встречаю линейку Афинитон. Недавно я делала видео, где тестировала самую дешевую косметику, то есть принцип тот же, только сегодня самый популярный, а то было самые дешевые товары, и там была тональная основа от Мэйбелли на Афинитон, и я была просто в шоке, насколько сильно она меня поразила, насколько она красиво выглядела на моем лице. Под буквочкой I обязательно я вам его оставлю, вот посмотрите. Сегодня у нас с вами снова Афинитон, только это консилер. Я себе взяла оттенок номер 2 Natural. Единственное, что меня ужасно сильно раздражает в этом консилер, это его дурацкий аппликатор, потому что это такая как бы как ватная палочка по виду, и на все стороны консилер вообще не наносится, то есть консилер есть только на кончике. Может быть смысл в том, что вы делаете как бы вот так вот, может Мэйбеллин это вот так задумывал именно, не знаю, но мне удобно делать вот так, а вот так вот он не мажется. Этот консилер реально неплохой, не могу сказать, что я бы поставила его как самый лучший, там самый популярный, самый востребованный. Наверное, если бы этот рейтинг делала я, я бы выбрала либо Катрис Камуфляж, как я и сказала, либо NYX Can't Stop, Won't Stop. Вот из бюджетной категории вот это, наверное, два моих любимых консилера. Вот этот в моих глазах средний, не плохой, не хороший, а именно средний. В конце дня он выглядит тоже достаточно, в принципе неплохо. Немножко он западает, конечно, ворчинки, немножко их подчеркивает, но ничего катастрофического, на мой взгляд. Ну и сейчас мне ничего не остается, кроме как закончить макияж глаз. И, наверное, я буду делать смоки тоже на нижнем веке, потому что глаза сверху получились такими насыщенными, активными. Поэтому я по очереди тоже буду использовать все оттенки, которые я использовала и на верхнем веке. Теперь, конечно, мне надо очень хорошо прокрасить ресницы, и для этого мы будем с вами использовать вот такой вот бестселлер. Это Vivienne Sabo Cabaret Premier. Я очень много слышала позитивных отзывов о тушах Vivienne Sabo, и постоянно вы в комментариях тоже мне их рекомендуете. И вот, наконец-то, не прошло и 10 лет, и я добралась до этой туши, и мне она очень понравилась. Действительно классная тушь. У нее очень такая небольшая силиконовая щеточка. Все в моем стиле, как я люблю. Для маленьких ресниц, коротких, это действительно классный вариант. Хорошо прокрашивает, хорошо строит и объем, и немножко удлиняет. В общем-то, это одна действительно из самых таких неплохих тушей. Единственное, все-таки я вот считаю, что вот это вот от Belor Design получше. Это High HD Podium Dimension Mascara. Это моя самая-самая любимая тушь. И, кстати, сегодня она будет в качестве приза в конкурсе, который будет проходить на моем канале. И не только она одна, в конце видео узнаете. А вот, кстати, тон, который держится вот в верхушке рейтинга уже очень много лет, это CC-крем от Lumine. Это обновленная версия. Я не пробовала ни старую версию, ни вот эту вот обновленную. Вернее, обновленную уже я попробовала. Но это было мое первое знакомство благодаря этому видео. Я себе взяла оттенок Fair. Написано, что подходит для всех типов кожи. 30 мл здесь SPF 20. И сделано в Финляндии. Что касается моего личного впечатления от этого тона, то он мне понравился. Но это название CC-крем может быть немножко обманчиво. Потому что европейские марки обычно делают CC-крем и BB-крем очень такими легкими, подходящими для дневных макияжей. Очень такими незаметными текстурами легчайшими. Но вот это я бы не сказала, что прям легчайшая текстура. Это в принципе такой полноценный тональный крем, который достаточно хорошо перекрывает, выравнивает общий тон лица, справляется даже с какими-то проблемами на лице. Недавно, кстати, я вам тоже показывала CC-крем от Luxe Visage. Вот тот как раз это классическая версия CC-крема. Очень легенький, красивый. Лицо становится более таким холеным, более ухоженным на вид. Но в то же время какого-то сумасшедшего покрытия нет. Когда я считаю, у этого CC-крема выдержан баланс между натуральностью и в то же время покрытием. При близком рассмотрении вы этот тон все равно на лице увидите. Но в то же время это ни в коем случае не какая-то маска, плотный слой. Выглядит очень натурально. Легкий такой вот пудровый финиш, я бы сказала, у него. Но в то же время кожа не пересушена. Все равно есть вот это естественное свечение. Стойкость у этого крема тоже вполне нормальная. В конце дня на нем выглядит очень даже прилично. Я бы не сказала, что у меня к нему какие-то особые претензии есть. И у меня нормальная, склонная к сухости кожи. В общем-то я бы сказала, что этот CC-крем отлично подойдет для тех, кто хочет облегченную тональную основу. Но тем не менее все равно хочет получить хотя бы среднее покрытие. А для контуринга мы сегодня с вами будем использовать еще один бестселлер. Это тоже хит ютуба. И я тоже последний человек, наверное, который это попробовал. И это вот эта палетка от NYX, которая называется Three Steps to Sculpt. Я себе взяла оттенок номер один Fair. В этой трешке две матовые скульптурирующие пудры. Одна темная, вторая светлая. И также достаточно яркий такой металлический хайлайтер. Мне в этой палетке очень понравились вот эти два средства. Что касается хайлайтера, то я бы не сказала, что это мой фаворит. Потому что, во-первых, очень насыщенный металлик. А во-вторых, есть блестки в этом хайлайтере, которые как-то и по всему лицу осыпаются. И как-то не сильно-то и деликатно выглядят, как на мой вкус, по крайней мере. Как я уже сказала, я врубилась. Зачем нужна вот эта светлая пудра? Она очень классно растушевывает края скульптора. Особенно под скулой, когда вы хотите сделать вроде бы как и четкую линию под скулой. Но в то же время, чтобы она не была слишком четкой, такой как нарисованный искусственно. Скульптор этот, как надеюсь вам сейчас видно, достаточно выразительный. Это не для стесняшек, которые хотят немножко подчеркнуть скулы. И может быть выдать это за эффект бронзера или такого легкого корректора. Я вам в последнее время много корректирующих пудр показывал. Вот те более деликатные. Вот это все-таки средство может сделать как очень жесткий контуринг, так и просто, ну скажем так, достаточно выразительный. Ну и давайте хайлайтер я тоже нанесу. Вот хайлайтер я бы предпочла не наносить, конечно. Ну, вам же ж показать, все равно нужный его эффект. Вот видите, хайлайтер прям вообще зажигает скулу моментально. Но вот что мне в нем не нравится, это вот эти вот достаточно крупные блестки. И, кстати, вы, возможно, сейчас вспомнили, что у нас же есть еще продукты для лица вот в этой вот палетке от Debalm. Я сегодня буду использовать румяна из этой палетки. Что касается бронзера и хайлайтера, я вам обязательно покажу другой макияж. Это был обычный повседневный макияж в процессе того, как я все это тестировала. И там я в нем использовала и вот этот вот бронзер, и хайлайтер от Debalm. И вы сейчас можете посмотреть, какой эффект они создают. Здесь бронзер именно настоящий бронзер. Ни в коем случае не скульптор, он именно освежает, добавляет тепло. А что касается хайлайтера, то вот Mary Lou, конечно, очень деликатный. Это такой взрослый хайлайтер, если можно так выразиться. Для более возрастного макияжа будет красиво. Или вообще, в принципе, если вы не хотите, чтобы у вас скулы светились прям металликом, а хотите немножко света привлечь в эту зону, то тогда Mary Lou вам очень понравится. А теперь нам с вами нужно определиться, какие румяна использовать. Я вот больше всего склоняюсь либо к этим, либо к вот этим. Вот эти, наверное, по гамме лучше всего подходят к макияжу, но мне кажется, они будут слишком темными. Поэтому, наверное, давайте возьмем вот эти. Это румяна, кстати, Fred Boy. Румяна у Debalm достаточно пигментированные, и с ними нужно осторожно. Если вы не хотите переборщить, то вот так вот несколько раз советую еще о полотенце или о руку вот немножко снять пигмента, а потом уже наносить это на скулы. Они, кстати, безумно стойкие тоже на протяжении дня. Вот абсолютно никуда не деваются с лица. Так, мы с вами практически у цели. По монтажу вам это будет, конечно, непонятно, но сегодня у меня съемка какая-то такая рваная. Вечно меня что-то отвлекает. Вот только что пыталась, кстати, купить билеты на новые Звездные войны, которые будут аж в конце декабря. Открыли у нас предпродажи. Сайт лежит уже 44 минуты. Я вот эти 44 минуты пыталась обновлять. Один раз даже купила билеты, а потом сделали возврат денег. Что-то у них там опять на сервере не сработало. Короче, я не настолько хочу, наверное, пойти на Звездные войны, чтобы еще час там сидеть. Давайте лучше с вами брови оформим. И вот здесь в категории бровей бестселлеры меня совершенно не удивили. Самый продаваемый карандаш на Parfums.ua это карандаш от Vivienne Sabo Brow Arcade. Обалденные карандаши. Мне тоже очень они нравятся. У меня оттенок номер 3. Единственное, сейчас он для меня, наверное, будет тепловат. Сейчас я использую холодные оттенки. Ну, все равно в любом случае продемонстрирую вам этот карандаш. Он мне очень нравится. Он действительно хорошего качества. Он абсолютно недорого стоит. И что удивительно, у меня этот карандаш безумно долго живет. Потому что обычно у меня такие карандаши заканчиваются, ну, может, за месяца 2. Ну, может быть, немножко дольше. Там 3 прослужат. А вот этому уже год точно карандашу. Причем я им регулярно пользовалась вместе с карандашом от Colourpop. И от Colourpop я сменила уже карандаша 3. А вот этот до сих пор живой. Единственное, я, кстати, каждый раз, когда упоминаю этот карандаш, в комментариях приходит несколько жалоб, что вот оттенков мало у этого карандаша. И хотелось бы немножко, конечно, побольше оттенков, чтобы больше было выбора. Вот там, по-моему, именно таких настоящих холодных, темных нет. А вот бестселлеры гелей для бровей меня немножко удивили. Я там не ожидала увидеть вот этот вот от Artvisage. Это прозрачный фиксирующий гель, который называется Fix & Care. Лично я небольшой фанат прозрачных гелей для бровей. В основном потому что они очень быстро выходят из строя. Из-за того, что когда ими пользуешься, на щёточку всегда наносится часть карандаша, или там геля, помадки для бровей, чтобы вы не использовали сначала. А потом вот эта вот грязная щёточка мокается обратно. И постепенно-постепенно вот эта прозрачная жидкость становится, ну, далеко не прозрачной. И обычно такого не очень привлекательного цвета. Но что касается именно самого геля, то гель классный. Хорошо ставит брови, укладывает вот прям как лак для волос. И стоит абсолютно недорого, так как это Artvisage. Естественно, цены там очень демократичные. Так, мы с вами наконец-то добрались до губ. И здесь я несколько продуктов вам покажу. Начнём мы с вами с карандаша для губ. Это Vivienne Sabo, тоже бестселлер. Очень продаваемый, судя по всему, карандаш. Называется он по-французски. Опять-таки не буду коверкать, я вам лучше напишу, вы сами прочитаете. И номер я себе взяла 101. Оттенок у Vivienne Sabo просто потрясающий. Это практически стопроцентный оттенок моих собственных губ. И когда он нанесён, его почти не видно даже на губах. Нет ощущения контура какого-то. Но в то же время карандаш твердоват. После свежей заточки, когда он такой прям остренький, он прям, знаете, так губки царапает. Поэтому не очень приятно. А для губ я взяла два бестселлера. Первый, который я вам хочу показать, это средство от Clorans, которое называется Natural Lip Perfector. Мне кажется, что это средство тоже уже столько лет является популярным и является бестселлером. Огромное количество людей любят вот эти блески. Наверное, я так бы назвала это средство. Я считаю, что это идеальное средство для идеальных губ. Если у вас очень красивой формы губы, вот такие средства просто потрясающе выглядят на таких губах. Для меня, к сожалению, это не самый лучший выбор. Но тем не менее, я взяла себе оттенок номер один. Если вам нравится, чтобы ваши собственные губы просто выглядели немножко более пухлыми, ухоженными и глянцевыми, то тогда вот это очень классный для вас был бы выбор. А помада, которой я сегодня закончу макияж, это будет помада от Riloui Complimenti. Очень многие эти помады любят, очень многие их хвалят. Я себе взяла оттенок 11. Что мне нравится в этой помаде, так это ее воздушная текстура. Когда наносишь, такое впечатление, что вот ничего не наносится. По крайней мере, ничего густого, плотного, противного такого. А какой-то тоненький такой вот слой, муссовый как будто даже немножко. И спустя несколько минут она начинает застывать на губах. Это классическая матовая помада, и я бы сказала, что одна из более комфортных в бюджетном сегменте. Если вы думали, что на этом мы с вами закончили, нет. У меня есть еще один продукт, это будет финальный наш шаг. Это фиксирующий спрей от Urban Decay All Nighter. Это, конечно, не просто бестселлер Parfums UA. Это, мне кажется, международный бестселлер. Для Urban Decay эти спреи делает марка Scandinavia. И Scandinavia известно тем, что они делают самые лучшие фиксирующие спреи, которые только вообще есть на рынке. Их спреи действительно продлевают макияж. То есть это не просто спрей, который вы нанесли и вот как бы освежили лицо, сняли какой-то запудренный эффект. Вот действительно спреи Scandinavia продлевают стойкость. Особенно хорошо это ощущается в жару, когда все течет с лица. Вот спреи Scandinavia, ну и, соответственно, вот эти вот спреи, которые они же делают для Urban Decay, действительно работают. Правда, единственное, к чему я сейчас хотела бы придраться, это то, что они на основе спирта. И вот сейчас, конечно, это не будет моим первым выбором, потому что из-за того, что у меня сухая чувствительная кожа, средства на основе спирта мне категорически не подходят. Но в то же время, вот есть в этом спреи все равно что-то волшебное. И если вы не обращаете внимания на спирт, и вам нужно действительно хорошо работающее средство, то я бы сделала выбор в пользу этих спреев. И вот, кстати, после нанесения этого спрея нет ощущения увлажненности, а наоборот такое впечатление, что лицо покрывается как лаком для волос. То есть все настолько фиксируется и закрепляется, но это не обманчивое чувство. Вот я вам говорю, действительно эти спреи работают. А теперь время конкурса, и для кого-то из вас у меня есть приятный подарочек. Как я уже и говорила, сегодня я буду разыгрывать мою самую любимую тушь для ресниц. Также я взяла для вас помадку-комплименты от Reluie. Единственное, это другой оттенок. Оттенок здесь номер 10. И сюда докину тоже еще карандаш для бровей. Это Golden Rose Dream Eyebrow Pencil. Оттенок 303. Это теплый коричневый оттенок. Надеюсь, что он подойдет тому, кто выиграет в этом конкурсе. И последнее, что я решила для вас докинуть, это вот такой вот рефил тенюшки от Colourpop. Оттенок называется Popular Demand. И этот оттенок, это практически то же самое, что сейчас у меня на глазах. Это такой коричневый с красноватым, таким бурым как бы подтоном. В общем-то, если вы хотите принять участие в конкурсе, то все, что вам нужно сделать, это сейчас пройти в описании под видео. Там будут указаны все условия. Их нужно будет обязательно выполнить, потому что я их буду проверять. Там, как всегда, ничего сложного, ничего сверхъестественного. Все можно сделать буквально за минутку. Поэтому выполняйте условия и желаю вам победы. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Если вы не подписаны еще на мой канал, то это легко можно исправить, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео. Если вы их не смотрели, можете сейчас посмотреть. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.